Итак, битва за дешевый аквариум или сокращенно БЗДА. Здравствуйте дорогие друзья, подписчики и конечно случайные зрители. Я рад приветствовать вас на канале ПАР. Спешу сделать новое видео, поэтому приходится снимать где угодно, а вот сейчас приходится снимать даже в машине. В этом видео мы поговорим про подготовку БУ аквариума, но перед этим по многочисленным просьбам от зрителей мы поговорим о размерах аквариума, который мы купили в предыдущих видео. Ширина нашего аквариума 20 сантиметров, длина 45, а высота 35 сантиметров. Для начинающих аквариумистов добавлю, для того чтобы рассчитать объем, нам нужно перемножить эти размеры и разделить их на 1000. Получаем объем, в нашем случае это 31 литр с половинкой. Это и есть литраж, однако замечу, что такое расчет примерный и он может незначительно отличаться от реального объема. При этом не стоит забывать и о том, что оборудование, грунт и прочее, то есть все то, что будет находиться в аквариуме, занимает объем. Соответственно воды будет еще меньше. Большая часть этого видео будет отснята в ванной комнате и дальше вы поймете почему. Что такое БУ-аквариум? БУ-аквариум это кот в мешке. Мы не знаем, как за ним ухаживали, что в нем было, мы не знаем, какие в нем были болезни, были ли вообще, возможно там были водоросли и так далее. Соответственно, перед тем, как запустить аквариум, его нужно тщательно обработать с помощью различных средств, для того, чтобы в дальнейшем, когда мы запустим уже аквариум, в нем не вспыхнула какая-нибудь зараза. Чтобы этого избежать, нам необходимо обработать аквариум. Обработка может быть разной. Для этих целей продаются специальные средства, однако это бзда. По этой причине мы будем обрабатывать аквариум тем, что есть почти в каждом доме. Это уксус и белизна. Уксус уничтожает накипь, известковый налет и вредные бактерии, но тут и говорить нечего. Кислота есть кислота. Уксусом мы протрем стекла и швы. После этого я обработаю стекла и швы белизной. В труднодоступных местах пролью и шприца. Самое главное после такой обработки тщательно промыть аквариум. Есть аквариумисты, которые после белизны оставляют аквариум под проточной водой на 12 часов. Однако мой личный опыт показывает, что это совсем не обязательно. Достаточно хорошо промыть аквариум и раз 5-6 залить его и слить в течение 5 часов. И снова залить. На этом чистка бы у аквариума заканчивается. Субтитры подогнал «Симон» Не особо важно для многих, но важно для меня это края аквариума. Я не знаю историю этой банки, но по всей видимости ее кто-то когда-то клеил самостоятельно. И вот почему. Если посмотреть на края заводского аквариума, мы увидим, что они округлые. Стачивают углы и аквариумисты опытные, которые поклейкой аквариумов занимаются давно. Но у этого аквариума края не сточны. Конечно, можно все оставить так, как есть. Но порыскав по сусекам, я нашел два маленьких кусочка наждачки. Поэтому и решил округлить края, насколько это возможно. Помимо этого, я уберу и небольшой скол, который обнаружил не сразу. Для стачивания обычно берут брусок, который и обтягивают наждачкой. Вообще, к слову скажу, что для полноценного стачивания углов используют как минимум три вида наждачки. Крупную, среднюю и мелкую. Но это не для бзды. В целом, мне удалось убрать углы и тем, что было под рукой. Считать эти расходы не вижу смысла. Я в этом видео использовал то, что мне не пришлось покупать отдельно. Однако, конечно, вы можете сказать, ты использовал шприц и он стоит как минимум 6 рублей. Но если бы у меня его не было, я бы использовал ватную палочку. А если бы не было ее, я бы использовал кусочек тряпки и ножницы. То есть, повторюсь, каждый из вас может использовать то, что есть под рукой. На канале Парк планируется прямая трансляция, в которой мы поговорим о проекте Бзда. В которой мы обсудим видео, которые будут в этом году выпускаться. Также, конечно же, мы поговорим о вопросах и ответах. Свои вопросы вы можете оставить в нашей группе ВКонтакте. Ссылочка на эту группу будет находиться под этим видео внизу. Обязательно туда зайдите и оставьте свой комментарий, свой вопрос, чтобы он не потерялся. В следующем видео мы займемся поиском всего, из чего мы будем делать внешний вид дизайна этого аквариума. То есть, это будет грунт, это будут какие-то камни, коряги и так далее. Так что, я думаю, будет очень интересно. Не пропустите следующее видео. А у меня на этом всё. Всего вам доброго. И до новых встреч в новых видео на канале Парк. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok